Легкая атлетика – зрелищный вид спартакиады, где не приходится долго ждать результата. В этот раз организаторы провели соревнования не в июле, как прежде, а ближе ко дню физкультурника в августе и, кажется, сами удивились количество участников. В этом году у нас, как никогда, участвовало все 8 команд. Количество участников у нас увеличилось, потому что в состав команды добавилось еще 2 человека. Соответственно, в общее количество участников у нас составило 38 человек, что очень приятно. Три мужчины и одна женщина в каждой команде распределили дистанцию по собственным силам. Из двух 400 и 800 метров меньше оказалась самой популярной. 800 метровку же выбрали преимущественно молодые участники. Одним из таких оказался житель Тазовской тундры Вадим Белла. Для него это первые соревнования на рабочем месте. Решил попробовать, думаю, попробую. Так вроде получилось неплохо. Пойдет для первого раза. В отличие от мужчин, спортивных женщин в вахтовом поселке на порядок меньше. Они прекрасно знают друг друга и всегда рады появлению соперниц. Алена Пантюхина, добежавшая до финиша первой, говорит, с каждым годом спортивный накал ощущается острее. К сожалению, у нас, кроме УВП, наверное, в остальных подразделениях женщин мало, тем более тех, кто тренируется. Поэтому всегда, наверное, 50 на 50 есть молодые девушки, с которыми можно соблюдать, именно в легкой атлетике. Ну и есть те, которые мужественно защищают честь своего подразделения. Пробежав 400 метров за чуть больше, чем минуту, Алена считает это не лучшим для себя результатом. Философски к выигрышу относится лидер прошлых забегов Константин Шаяхметов, уступивший победителю 6 секунд. Грубо говоря, там первая пятерка уже распределена все равно. А опять же появляются новые участники, тоже, так сказать, темные лошадки. Неизвестно, как прибегут. Тоже надо здесь еще борьба с самим собой. Состав участников и хорошая подготовка привели к настолько плотным результатам, что для определения победителей пришлось поломать голову. С одинаковым количеством очков бронзу и серебро соответственно взяли УМТС, ИК и Рео. На первое место уверенно поднялись спортсмены службы корпоративной защиты. Впереди еще бильярд, гири и баскетбол, но уже сейчас по очкам можно увидеть двух фаворитов спартакиады – команды ИРЭО и НГДУ. Предстоящие дисциплины для них окажутся решающими. Дмитрий Дугинов, Эдуард Баркалов. Заполярное месторождение.